Здравствуйте! Вы смотрите новости первого карагандинского в студии работы Динары Сартаева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. Компания Караганды Жары подвела итоги конкурса граффити «Энергия лета». Более 20 талантливых граффитистов в течение месяца украшали трансформаторные подстанции услугодателя. Уже больше 20 лет в Караганде действует областной центр медицинской помощи ветеранам. Жители города избавились от старых вещей весьма необычным способом. В Караганде состоялась очередная 24-я сессия городского маслехата 5-го созыва. Депутаты заслушали положение дел с инженерно-транспортной инфраструктурой и подготовки систем жизнеобеспечения к зимнему периоду. На повестке дня 24-й сессии городского маслехата стояло 6 вопросов, но самыми главными были о инженерных сетях, транспорте и подготовке к зимнему периоду. Социальное благополучие граждан во многом зависит от поступления воды, света и тепла. В этом году проделана большая работа по выявлению и передаче бесхозных инженерных сетей на баланс предприятий-услугодателей. Проводятся мероприятия по изготовлению технических паспортов и установлению ограничений пользования для постановки на учет данных объектов в органах юстиции. Остальные инженерные сети, находящиеся в коммунальной собственности, состоят на балансе у услугодателей, которые ежегодно производят замену, реконструкцию и капитальный ремонт. Процент износа инженерных сетей поверг в изумление некоторых депутатов. Я поднял свои записи. С 1997 года износом цифры, который назвали, он выше, чем был тогда. Возникает вопрос, почему до сих пор ни антинахронные органы, ни акиматы, которые отвечают за положение дел в регионах, не проверили целевое использование тех средств, которые в тарифе заложены на ремонт и замену сетей. Оказалось, что такие цифры в большинстве случаев относятся к бесхозным сетям. В 80% сказано это по бесхозяйным сетям. Здесь же было уже сказано о том, что из бюджета города выделяются средства на их реконструкцию. Взволновал депутатов и вопрос с пассажироперевозчиками, которые отказываются обслуживать маршруты. Например, 51-й и 8-й. До конца года, я еще раз повторю, все договора будут расторгнуты с этими перевозчиками, это значит, и будут проведены новые конкурсы с привлечением новых перевозчиков. Плановый ремонт дорог будет закончен в октябре. Ремонтные работы на всех ТЭЦ выполнены в полном объеме. На сегодня уже составлен температурный график и план пусковых работ. На отчетную дату готовность к отопительному сезону жилых домов в городе программе составляет 2244 домов. Это 99,4%. Депутатами Маслихата были приняты постановления о разработке проектов теплообеспечения отдельных многоквартирных домов малых поселков, используя ресурсы по программе модернизации ЖКХ Республики Казахстан и в рамках инвестиционной программы ТО Карганды-Жарык. Было принято решение о принятии мер по стопроцентному оформлению объектов кондоминиума в многоэтажных домах города с созданием формы управления в каждом из них. На очередной сессии городского Маслихата был решен еще ряд вопросов. Сергей Высокосов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Аким Карагандинской области посетил с рабочей поездкой Нуринский район. Здесь глава региона ознакомился с ходом уборки урожая и работой местных органов власти по решению повседневных проблем населения. Репортаж Алина Акбаевой. Баужан Абдишев ознакомился с деятельностью компании Кайнар в селе Щербаковское, где смотрел поголовье крупного рогатого скота. Интересовался ходом уборки зерновых культур. Над кормом сколько ставите? Над кормом каждый год я где-то голову 150 ставлю. Потом где-то 3-4 месяца тормлю. Когда уже цена мяса вырастает, где-то в февраль. Марк или не знаю. Во время поездки глава региона также проверил состояние здоровительного центра. Пекарни сельского дома культуры побывал в средней школе и сельской врачебной амбулатории. Рабочая поездка продолжилась в селе Изенды. Здесь глава области осмотрел поголовье племенных овец, принадлежащих компании «Отканжар». Побывал в пришкольном интернате, спортивном комплексе и пекарне, принадлежащих этому сельхозформированию. С 2010 года начата реализация программы экспортного потенциала мяса КРС. Эта программа предусматривает до 2015 года. Данная программа, государственная программа, позволила увеличить количество скота по всем категориям в Карагандинской области. Надо сказать, сегодня идет укропление хозяйств за счет перетока скота и крупнорогатого скота из личных подсобных хозяйств в организованных хозяйствах. У нас укропляется фермерское хозяйство, работают крупные ТО, акционерное общество. И поэтому Карагандинская область одна из, скажем, лидеров в этом отношении. Сегодня количество скота ежегодно увеличится в организованных хозяйствах. План поездки также вошло в село Шахтерское. Баужан Авдишев осмотрел комплекс зернохранилищ и ознакомился с ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, которое началось в мае этого года в рамках меморандума между Акиматом области, управлением туризма и спорта и местным сельхозформированием. Управление туризма и спорта же будет. Стоимость этого объекта составляет 100 миллионов тенге. Он включает в себя зал для мини-футбола, волейбольный и теннисный залы, борцовский ринг. Вод комплекса в эксплуатацию планируется в 2014 году. Здесь 700 тысяч рублей. Это площадь. Не остался без внимания Акима области и такой вопрос, как благоустройство населенных пунктов района. В завершении поездки глава региона побывал на строительстве профессионально-технического лицея на 200 мест с общежитием на 100 мест в поселке Киевка. Мирамгуль Салкимбаева, Алина Акбаева, Асхатай Бедулов, Первый Карагандинский. Жители города избавились от старых вещей весьма необычным способом. Карагандинский областной историко-краеведческий музей к 80-летию Караганды провел акцию «Дар любимому городу». Другими словами, старые ненужные вещи можно подарить музею в качестве экспонатов. Подробнее в следующем сюжете. Основная цель необычной акции – формирование духовной культуры населения и внесение своей лепты в пополнение новых экспонатов и раритетов фонд-музея. Люди среагировали быстро. Каждый подошел к этому с особой тщательностью. Карагандинцы, горя желанием избавиться от ненужных вещей, смогли найти у себя дома массу ретро-вещей. Книги, телефоны, патефоны, значки и даже орудия труда прошлого века и многое другое. Этот экспонат, входя в стены нашего музея, уже обретает статус музейного экспоната. То есть, это уже, так скажем, входит в госреестр и является государственной ценностью. К такому наплыву раритетных вещей были рады не только сотрудники музея, но и основные зрители. Маленькие карагандинцы с интересом рассматривали старые вещи, фотографировали и не выпускали из рук. Особое внимание детей привлек патефон. Патефон, он был такой старинный и было так интересно слушать. Увидели значки, они были все разные и такие красивые. По окончанию акции для всех участников была проведена экскурсия по музею. Организаторы обещают устроить подобные мероприятия в следующем году. Амина Смакова, Лжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Уже больше 20 лет в Караганде действует областной центр медицинской помощи ветеранам. Лечебное учреждение уникальное, таких нет по всей республике. Свои услуги они предоставляют бесплатно. Ежегодно центр принимает в своих стенах несколько тысяч пожилых людей. Дедулечка, бабулечка, все, поехали. Приятно. Просто для бальзама. Александр Зверев – воин-интернационалист. Приехал в Карагандинский центр медицинской помощи ветеранам из Усть-Каменогорска. Прошел обследование, оказалось, есть проблемы со здоровьем. В лечебном учреждении проведет еще как минимум неделю. Госпиталь очень хороший, хорошие работники. Обожаю людей с чувством юмора, каковы и являются здесь работники. Специалисты хорошие, квалифицированные, очень даже. Начиная от руководства госпиталя и заканчивая простыми медсестрами. Ежегодно областной центр обслуживает более 15 тысяч пожилых людей со всей республики. Это ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жертвы политических репрессий и многие другие. Медицинская помощь им оказывается бесплатна. Мы имеем все необходимые кабинеты для оказания всех видов диагностики и помощи. Помощь терапевтического профиля. И все узкие специалисты, которые необходимы для этих кабинетов. Ну, в общем, вот это все. И клиническая лаборатория, кабинет функциональной диагностики, который включает утрозвуковые исследования, рентген исследования, функциональная диагностика. Очень хорошее физиотерапевтическое отделение, водолечебница. В трехэтажном здании расположен стационар на 100 коек, в числе которых несколько терапевтических отделений. Диагностическая база больницы в последние годы значительно расширилась. Сегодня можно с уверенностью сказать, что ветеранская больница – это то место, где людям преклонного возраста оказывают помощь и внимание ежедневно, не только в день пожилых людей. Наши пожелания, конечно, чтобы пожилые люди пользовались нашими услугами. Мы приложим все силы, чтобы укрепить им здоровье и обеспечить им хорошую и спокойную славу. Можно их поздравить с этим праздником. Далее короткая реклама. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Судебные акты о взыскании сумм в доход государства не исполняются. Об этом шел разговор на межведомственном совещании, которое организовала прокуратура Октябрьского района Караганды. В то же время, несмотря на право единого отсутствия взаимодействия госорганов, для чего мы сегодня собрались. В результате проведенных проверок прокуратуры Октябрьского района Караганды выявлено, что правовая культура должников на очень низком уровне. Вернее, ее совсем нет. Это подтверждает необходимость существования государственного механизма по принудительному исполнению судебных актов. В неналожном уровне и работа уполномоченных органов. Не своевременно принимаются меры по установлению имущества должников и наложению на него обременения. Не налажено до автоматизма взаимоотношения уполномоченных органов и представителей исполнительного производства, что влечет за собой длительное неисполнение судебных актов. Должники не привлекаются к установленной законам ответственности. Это, в свою очередь, приводит к ущемлению интересов взыскателей. Поскольку неоднократно проведенные проверки по указанным предметам, то есть по указанным судебным актам, свидетельствуют о том, что, несмотря, конечно, на проведение уполномоченными государственными органами, например, судебные исполнили свои функции работы непосредственной, но это не совсем в полной мере способствует полному и своевременному исполнению судебных актов. Необходимо повысить эффективность уполномоченных государственных органов при исполнении судебных актов и привлекать к уголовной и административной ответственности должников, уклоняющихся от их исполнения. Сергей Высокозов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Коррупция в сфере государственных закупок. Эту тему обсуждали в Карагандинском областном департаменте финансовой полиции при проведении Дня открытых дверей. Коррупция представляет серьезную угрозу не только экономике страны, но и оздоровлению нации. Она мешает нормальной работе политических и экономических институтов государства. Кто и как мешает прогрессивному росту Казахстана, и шел разговор при открытых дверях в департаменте финансовой полиции. День открытых дверей проводится в департаменте финансовой полиции Ежеквартнальда. То есть данное мероприятие проводится в профилактике экономических и коррупционных преступлений. То есть приглашаются представители ассоциаций, предприниматели. Основную долю коррупционных преступлений в сфере государственных закупок составляют факты злоупотребления должностными полномочиями или превышения власти. За 2011-2012 годы в органах финансовой полиции Караганинской области выявлено 217 коррупционных преступлений. Из них 39 приходится на сферу государственных закупок. За отчетный период текущего года выявлено уже 19 коррупционных преступлений в сфере государственных закупок. В целях недопущения совершения коррупционных преступлений среди государственных служащих в сфере государственных закупок сотрудниками департамента финансовой полиции за 2011-2012 годы в различные государственные органы было внесено 55 представлений. Согласно поступившим ответам, к различного вида дисциплинарным взысканиям было привлечено 34 государственных служащих. Сергей Високосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Компания Караганды Жарык подвела итоги конкурса граффити «Энергия лета». Более 20 талантливых граффитистов в течение месяца украшали трансформаторные подстанции у слогодателя. Сегодня назвали имена лучших художников. 26 трансформаторных подстанций юго-востока Майкудука и центра города обрели новый облик. Теперь будки Караганды Жарык яркие и оригинальные. Словом, настоящее украшение шахтерской столицы. 22 карагандинца-граффитиста приняли участие в этом конкурсе. Обладателем гран-при стал Дмитрий Политаев. Его подводный мир признан лучшим рисунком. В качестве подарка карагандинец получил денежную премию. К слову, все участники удостоились грамоты и поощрительных призов. Мы не могли приступить. Вообще карагандажеры с лета хотели провести. Но лето у нас дождливое. Поэтому выбрали теплые дни уже после дождя. Как раз мы успели. Акима области встретился с хоккейным клубом «Сарая Арка». Встреча состоялась накануне первой домашней игры в рамках нового сезона чемпионата ВХЛ. Главе региона представили состав команды тренерский штаб. Именно они в нынешнем сезоне будут представлять карагандинский регион высшей хоккейной лиги. Ледовая дружина пообещала стараться, чтобы показать лучший результат. И в итоге суметь решить поставленную задачу. Баужан Абдиши в свою очередь отметил, что многочисленные любители хоккея с нетерпением ждут открытия нового сезона в Караганде. Традиции, которые складываются, танец нашего вратаря и всего-всего, это я к чему говорю, всех этих побед, всех этих замечательных минут, общей радости, минут, когда вся наша область, не то что область, весь Казахстан объединяется, приезжают с других городов столицы посмотреть домашние игры команды Сарарка. И этого всего ждут и в этом году от вас. Как сказал наш капитан, я думаю, у нас настроение хорошо, но про их пять игр у нас не получилось, но я надеюсь, что от первой домашней игры уже все пойдет обратно, будет удача, будет большой побед и надеюсь, что большие танцы. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости первого Карагандинского и будьте в курсе всех событий. Всего доброго, салву, он издар. Редактор субтитров А.Семкин